Привет, народ! Добро пожаловать на канал Меглуха Макла. Сегодня, раз уж вы видите, вот 31-я, такая звездочка у меня в кадре. Сегодня речь пойдет о новогодних подарках. Расскажу о том, что буду дарить на Новый год своему 4-летнему сыну. А дарить буду вот такой вот нож My First Victorinox. Ну и расскажу, собственно, про этот нож. В интернете не так много обзоров на именно детские ножи Victorinox. Ну, потому что, я думаю, что люди редко покупают ножи своим детям. Штука относительно недешевая. Ну и как-то вот в последнее время как-то люди предпочитают не давать детям ножи. Это страшное дело. Что может зарезаться? Хотя, на самом деле, вспомнить недалекое прошлое. Вот это вот мой первый нож. Вот лично мой первый нож. Он у меня был с 4-х лет. Правда, повладел я им не очень долго. Я его потерял. Но лет 5 назад я его нашел. Это реальный он, на самом деле. 4 года мы играли на дровах. И он упал куда-то туда в бревна. И вот кучу этих бревен мы стали разбирать только когда начали ремонт. Строительство, вернее. И я нашел этот нож. Он был в негодяйском состоянии. Он был полностью ржавый. Я его полностью разбирал, собирал, все чистил. Ну, вот такой он сейчас. Это мой ножик. В 4 года, то есть, у меня был нож. И поэтому я считаю, что вполне человеку можно на 4-5 лет уже дарить нож. Тем более, компания Victorinox подумала об этом и выпустила. Уже достаточно давно они выпускают вот такой детский нож. Вы не подумайте, что вот он круглый, да, и поэтому он тупой. Нет, он на самом деле острый. Какие есть еще варианты? Пока верчу в руках коробку. У меня всегда все обвиняют. Ты открывай быстрее. Что-то крючка. Нет, давайте посмотрим коробку. Здесь есть картинки. Есть, собственно, 3 цветовых решения. Красный, синий и розовый. Розовый, вероятнее всего, и для девочек. Вот. Красный унисекс, синий для мальчиков. Вот. Я купил синий нож. Вот. Есть, получается, двухпредметники и есть трехпредметники. Вот. Собственно, на самом деле все. Давайте откроем коробку. И я вам... А, ну, и тут такие варианты, что ребенок сам может сделать по помощи этого ножа. Мотивационная штука. Вот. Что в комплекте? В комплекте сам ножик. В комплекте цепочка. И в комплекте шлейка на шее. Цепочка прикольная. Вот. Она достаточно длинная. У нее... Ну, сантиметров 40, наверное, длина цепочки. Вот. Это для того, чтобы подвешивать, ну, куда-нибудь. Например, ну, я думаю, что на пояс, скорее всего, пристегнули к джинсикам. Это к ножичку. Засунули в карманчик. Цепочка мотается. Все круто, все модно. Ножик не теряется. Вот. Ну, и, соответственно, Викториноксовская шлейка. Вот. Та же самая история. На шею. Здесь есть застежка. Вот. Здесь есть карабинчик. На шею. И ребенок с ним. Вы поехали, наверное, до природы в поход. Или за грибами. Ребенку повесили. Он ее ходит с ней. Раз. Что-то нужно сделал. Вечером вам отдал. Если уж прям вы со всеми доверяете, что он там потеряет или что-то сделает. Можно выдавать. Можно выдавать. Там на походы. На поездки. Там в деревню. Еще куда-нибудь. И под контролем. Понятное дело. Первое время под контролем используют. Так. Давайте сам нож покажу. Вот такой он. 84. Формата 84 миллиметра. То есть вот стандартный Victorinox. И вот он чуть-чуть поменьше. Ну, можно сравнивать вот Victorinox Bantam у меня. Это официант. Он однорядник. Ну, такой же. Вот. В формате 84 миллиметра. Это, я так понимаю, что единственный сейчас нож, который идет с пилой. Вот. Поэтому давайте начнем, наверное, обзор с пилы. Классическая Victorinox пила. Очень острая. Очень крутая. У меня вот такой нож. Здесь пила. Это один из самых главных инструментов. Когда я куда-то еду, иду. Ну, когда куда-то еду на природу, да. Понятное дело, что там есть нормальный инструмент. А так вот идешь, гуляешь по парку с сыном. Он такой. О, хочу палку. Пошел срезанную палку. Вот. Очень удобно сделать это именно. Такое вот пило. Видно, что моя уже пошоркана. А здесь прям новенькая. Но она поменьше. Она поменьше. Но, с другой стороны, ему как бы срезать палки там диаметром один сантиметр. Очень даже ничего. Есть пила. Острая, опасная. Да, друзья. Сейчас вот кто. Ой, как же ребенку доверить такую пилу? Он же порежется. Ну, один раз порежется. Второй раз будет аккуратнее. Я вот так вот считаю. Убиться ей. Прямо, скажем, сложно. Так, дальше. Мы пока до ножа не добрались. Здесь комбо-инструмент. Комбо-открывалка. Она называется у Викторинокса. То есть, это отвертка, это открывалка. И зачищать провода. Не знаю, зачем ребенку зачищать провода. И какие бутылки ребенок может открывать. Ну, может быть, от Кока-Колы. Вполне можно открыть Кока-Колу. Опять же, если сравнивать с Бантамом, то же самое. Такая же открывалка стоит в компакте. Вот. И я считаю, что такая открывалка поинтереснее, чем у стандартного Викторинокса. Вот такие вот две. Да, это как-то по... Не, понятное дело, что здесь вариантов набора инструментов побольше. Вот. Но они занимают целый ряд. А здесь, как бы, когда мы преследуем компактность, опять же. Поэтому в компакте есть такая открывалка. Вот. Ну, нужна... Ну, да. Ну, он любит что-то покрутить. То есть, подошел, что-нибудь там поковырял, покрутил. Вполне тоже хороший инструмент. Так. Ну, и мы добрались до самого главного. До ножа. Нож выглядит вот так. Сравним со стандартным. Вот так вот. Ну, это самое обычное лезвие. Викторинокс. Нержавеющие. Везде оно обычное. Просто, видимо, скруглили конец. То есть, им нельзя зарезаться. Им нельзя проткнуть. Зарезаться, наверное, и можно. Потому что он действительно острый. Режущий кромка у него заканчивается вот в этой точке. Вот. И так он в целом... Это заводская она точка. Я ничего не правил. Вот. Поэтому... Да, конечно, опасно давать это детям. Но, опять же, порежется один раз. Второй раз будет умнее. Поэтому такой воспитательный момент. Вот такой вот ножик. Соответственно, в собранном состоянии. Он должен выглядеть как-то... Вот так вот. Вот. На пояс нацепили. И на природу с сыном пошли. Сын идет, сам срезает грибочки. Все дела. Деловой. Здесь есть пинцеты. Пинцет стандартный Викториноксовский. Хоп. И здесь зубочистка. Тоже, кстати говоря, нужные вещи. Зубочистка не уверена, что это гигиенично ей пользоваться. Но когда уж прям совсем нечем, то можно ей поковырять. Открываем секрет. Тем более, мы живем в пору, когда у каждого в кармане есть санитайзер. И обработать зубочистку нет никаких проблем. Вот. Нужен ли пинцет? Да, нужен. Нужен. Особенно, когда на природе. Особенно, когда где-нибудь на речке. На что-то наступил. Какая-то маленькая заноза. Раз, сразу вытащил. Все, без проблем. Я много раз, много раз, на самом деле, мне лично помогали. Пинцет из Виктория Инокса. Вот такой, друзья, ножик. Детский, маленький, интересный. Относительно недорогой. Относительно недорогой. Если... Я прикреплю ссылку на Яндекс.Маркет. Вот. Если нужно подешевле, вы пишите в комментариях. Я вам скину ссылку на того продавца, у которого я беру. И там, ну, реально дешевле. Что касается того, что ножи дарить нельзя, все дела. Это не подарок. Это вот отец купил сыну его первый нож. Поэтому, вот, я считаю, что это не подарок, а воспитательная процедура. Вот. Это был канал Миклуха Макфлай, друзья. Вот такой вот у меня сегодня детский ножик на обзоре. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в комментариях, считаете ли вы нужным дарить ребенку в 4 года настоящий швейцарский нож. Или нужно ждать до 18. И на свадьбу можно будет ему подарить. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok